Добрый день, уважаемые дорогие избиратели, представители средств массовой информации. Сегодня здесь представители четырех районов Украинской Бессарабии, которые приехали в город Киев для того, чтобы высказать свою позицию по одному из наиболее важных, сложных вопросов касательно ремонта и реконструкции дорог. Дорог – государственное значение, которое связывает Украину с международными пунктами пропуска. Я хочу им предоставить слово с тем, чтобы они донесли до руководства страны эту информацию тревожную и информацию для жителей Украины. Добрый день, дорогие земляки, уважаемый Владимир Александрович, президент нашей страны. Сегодня с информационной площадки Верховной Рады Украины к вам обращаются жители южных районов Одесской области, приграничных районов, юго-одещины, сельские головы, директора школ, медики, автоперевозчики Болградского, Арцистского, Саратского и Тарутинского районов. Цель нашего приезда в столицу нашей страны, в Киев, передача более 40 тысяч подписей, собранных под обращением в адрес президента Украины Владимира Александровича Зеленского, с просьбой обратить внимание на критическое состояние дорог государственного значения, проходящих через наши районы с выходом к международным и государственным пунктам пропуска. Это не просто подписи под обращением, это крик души жителей нашего региона. Критическое состояние данных дорог создает социальное напряжение, несет колоссальные потери в экономике, колоссальные потери в имидже нашей страны. Вопрос неотложного ремонта дорог, вышеперечисленных, поднимался в обращении народного депутата Украины от Бессарабии, в Верховной Раде Украины, в адрес президента Украины. И данное обращение было поддержано абсолютным большинством украинского парламента. Сегодня мы здесь для того, чтобы передать эти подписи и еще раз с этой высокой трибуны обратиться к вам. Я, с вашего позволения, хочу передать слово директору школы села Городнее Болградского района. Мария Дмитриевна Пинти. Дякую. Вопрос дорог. Хочу с исторической точки зрения коснуться этого вопроса. Он был очень важен и нужен еще во времена до нашей эры. Эта территория, которую мы представляем, в этот период служила коридором истории между Западом и Востоком. Еще кемерийцы, сарматы и другие народы тесно связывали Запад с Востоком, вели торговлю, развивали свои экономические отношения. Еще тогда этой дороге придавали большое значение. Как сегодня уже было сказано, подчеркнуто, что это крик души, с которым мы приехали для того, чтобы обратиться и попросить помощи. Мы не пришли решать вопросы, которые мы можем сами решать. Мы пришли просить помощь, потому что дороги наши запущены до крайнего состояния. Если раньше до районного центра 35 километров мы проезжали за 30-40 минут, то сегодня мы тратим полтора часа. Это убитое время, это, естественно, физическое состояние пассажиров, это убитая техника. Многие собственники транспорта предлагают выйти и перекрыть дорогу. Мы не представители решений вопросов таким путем, особенно сейчас, когда идут весенние полевые работы. Мы хотим дипломатично, грамотно, толерантно решить вопрос. Территория, которую мы представляем, это многонациональная территория. Здесь проживает огромное количество национальностей при всем при том, что основную национальность представляют болгары, гагаузы, албанцы и в меньшинстве другие народы нашей страны многонациональной. Я очень прошу у господина президента, пан президент, звернуть, будь ласка, увагу нашей пропозиции, нашей проблеме. География ям с каждым годом меняется. И если раньше водитель знал, как объехать, то сегодня это количество ям настолько увеличилось, и их размеры настолько меняются, что сориентироваться, а особенно разминуться пассажирам, водителям, вернее, пассажирских автобусов, машин практически невозможно. Вот так выглядит наша дорога. Вот это вы подумаете, что это озеро. Нет, это не озеро. Это одна из частей нашей дороги. А если выйти и сделать такой сравнительный анализ, какой сделали наши жители, то вы видите, что уровень, глубина этих ям достаточно большая. И что передвигаться по этим дорогам становится крайне сложно. Сегодня, когда мы не только поднимаем проблемы, но участвуем в решении этих проблем, сегодня, когда мы говорим о том, что строим гражданское общество, сегодня, когда мы говорим о взаимных правах и обязанностях между государством и жителями, гражданами этого государства, мы, возможно, напоминаем некоторым картину Серова Ходоки. Нет, не с такой наивностью и не с такой, ну, можно сказать, невыполненной надеждой мы приехали. 700 километров мы проделали, и не только для того, чтобы встретиться. Конечно, было бы лучше, чтобы мы встретились и с глазу на глаз рассказали наши проблемы, но я понимаю, как много проблем приходится решать государственным лицам и особенно президенту. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мы приехали как люди, которые не только знают проблемы, но и предлагают, как их решить. Во-первых, это решение социальных проблем. Решение этой дороги, ремонт ее позволит открыть новые рабочие места, позволит пополнить бюджет. Тем более, если говорить о дороге Болград-Кубей-Новые Трояны, уже готова проектно-сметная документация. Прошла экспертизу каких-то 45 километров. Ну, неужели это такая великая проблема, которую невозможно решить? Господин президент, я верю в вас и верю, что обращение граждан нашей части Украины вы рассмотрите и решите положительно. И следкуя за вашей деятельностью, я убеждена, что вы встречаетесь с гражданами нашей страны для того, чтобы изучить проблемы с первоисточников. И надеюсь, что и нашу проблему вы решите. Пожалуйста, не убейте веру. Потому что, когда мы выезжали, люди знали, что мы привезли более 40 тысяч подписей. Люди, когда подписывались, поднимали руки вверх и молились, чтобы эта проблема была решена. И я думаю, что эти мольбы вы услышите. С чем я, моя команда, наша команда возвращается? Что мы сможем рассказать тем, кто нас отправил? Мы пока не можем дать конкретный ответ, но надежда умирает последней. И я верю, что вы, как человек, который в силе решить эту проблему, вы сделаете все возможное и создадите нам право чувствовать себя достойными гражданами нашего государства. Селочный голова поселка Серпнево, Тарутинский район. Я как представитель Тарутинского района, Добровольский Владимир, поселковый голова, который проживает в селе КПП Серпнево, где находится контрольно-пропускной пункт Серпнево, это международный пункт пропуска, в котором берет начало трасса Т-16-27, соединяющая три района. Это Тарутино, Арциз, Сарата. Назвать ее трассой, это на сегодняшний день нереально, потому что это направление. Ремонт этой дороги проводился у нас последний раз в 1991 году. То есть 29 лет дорога просто сама себя пытается восстановить, такого не бывает. Господин президент, мы к вам обращаемся, обратите внимание на нашу дорогу, соедините три района. К нам приезжают жители из других государств, у нас лицо нашего государства. Мы вас просим о помощи. Козик Анатолий, житель города Арциза, работаю в автотранспортном предприятии, которое занимается перевозкой пассажиров. Я работаю в автомобильном транспорте с 1983 года. И такого состояния этой дороги я еще не видел. Отдельные участки дороги это просто обыкновенный ужас, других слов я подобрать не могу. В первую очередь хотелось бы, чтобы сделали такие участки дорог, как Долиновка, Новоселовка, Новоселовка, Сарата, Арциз, Теплица. Я имею возможность выступить и обратиться к власти благодаря нашему депутату Кисе Антону Ивановичу, который здесь находится, за что я ему выражаю свою благодарность. Здесь не был затронут такой вопрос, как безопасность движения. Я работаю инженером по безопасности движения. Данная дорога приведет к тому, что там будут ДТП, будут гибнуть люди. И так небольшое количество жителей Украины осталось. И чтоб не создалось впечатление, что я с неуважением ношусь к державной мове, закинчу промову на украинской мове. Шановный пан президент, шановный пан премьер-министр, Звертаюсь до вас и прошу, отремонтуйте эту дорогу. К этому объединятся 40 тысяч жителей Арцизского, Тарутинского, Саратского району, которые поставили подписи под заявлением, которые сегодня были выданы в Офис администрации президента Украины. Я Рубская Людмила, работаю учителем в Саратской гимназии и представляю Саратский район, который собрал более 10 тысяч подписей под обращением к господину президенту Зеленскому, именно нашим народным депутатам Антоном Ивановичем Кисе, в обращении о выделении денег, необходимых на строительство дороги. Сегодня априори это актуально, потому что Минздрав Украины определил опорной больницей именно Арцизскую больницу. И транспортировать больных нереально по этой дороге. Если вам удобно посмотреть, рытвины, ямы, ухабы, которые могут привести к трагическим последствиям. Прошу, даже требую обратить внимание и помочь ремонтировать дорогу. 22 километра. Здравствуйте. Я в Северске, голова села Новая Трояна. Мое село находится 45 километров от районного центра. Находится на государственной трассе Болград-Кубе, село Новая Трояна, пункт пропуска, село Новая Трояна. Эта дорога ремонтировалась в 80-х годах, последний раз прошлого столетия. Уважаемый президент, уважаемый премьер-министр, жители северных сел, а это около 30 тысяч населения, просят вас отремонтировать этот участок дороги, так как это реализует, прежде всего, выполнение законов о добровольном объединении громад административно-территориальном устройстве и особенно закон о здравоохранении, так как госпитальные округи для северных сел будут расстоянием больше 100 километров. Вся надежда на вас. Спасибо.